Каноист-исследователь То есть гребец выполняет подруливание с помощью весла, для того, чтобы лодка не отходила от курса Расскажет про спортивные инновации Я считаю, что та рука, которая у тебя ведущая в быту, и она и должна быть тянущая в гребле И секрет жизненного успеха Все очень легко дается, если проще ко всему относиться, то есть, ну, просто оптимист по жизни Покажет мастер-класс по гребле Это как на велосипеде, если уже научился, то разучиться тяжело Один день Моя душа на мое хобби – это польская лодка Solar 410 И единственный диагноз Решили приехать в поле вместе в город и работать здесь, вносить пользу городу Смотрите прямо сейчас К этой водной прогулке мы еще вернемся А пока на часах 8.25 Директор спортивной школы Березина Артем Шакура идет на работу День молодого руководителя начинается с организационных моментов и планирования На рабочий день начинается хорошее настроение Каким настроением пришел руководитель учреждения Такое настроение будет и у тренеров, и у детей То есть всегда улыбка, всегда приезд И после этого уже обозначение задач на сегодняшний день и приступаем к работе Артем возглавляет Березину с апреля этого года Можно сказать, он вернулся в родную стихию За плечами у него большой соревновательный опыт И звание мастера спорта по гребле на байдарках Каноэ признается, на Береговой прошло все его детство Еще со школы учитель скульптуры Севастьянов Александр Петрович Как-то приобщил к здоровому узлу жизни И отец у меня тренер по гребле, у нас это семейное Поэтому я всю жизнь в спорте и в гребле Артем Шакура, директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва профсоюзов Березина Мастер спорта по гребле на байдарках и Каноэ Родился в Бобруйске в 1987 году Окончил Белорусский государственный университет физической культуры Аспирантуру Полесского государственного университета В 2015 году ему присвоена научная квалификация Исследователь в области педагогических наук В 2017 году получил второе высшее образование В институте повышения квалификации и переподготовки Руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма Занимался преподавательской и тренерской деятельностью Член комиссии по делам несовершеннолетних администраций Первомайского района Сегодня мы покажем один день из жизни мастера своего дела Без ретуши, купюр и фильтров И это будет его собственный диагноз Диагноз Бобруйчанин Долгое время герой жил и работал за пределами города Постоянно повышая свой профессиональный уровень Но два года назад вернулся в Бобруйск Захотел быть полезен именно здесь Артем – исследователь Предмет его изучения – гребля на каное И тончайшие нюансы, связанные с этим видом спорта Он опубликовал более 10 научных статей В отечественных и зарубежных журналах Где изложил результаты своих наблюдений Мне было интересно изучение асимметрии врожденных И стороны посадки в лодку То есть ни для кого не секрет, что гребля на каное Именно дети грибут либо справа, либо слева Не может быть с одной и с другой стороны одновременно Поэтому для меня было важно найти вот этот вот ключик Именно к природным ресурсам человека Заложенный природой и использовать его в дальнейшем Шакура говорит, гребля – это не просто вид спорта, но целая наука Изучением которой занимаются кафедры вузов В свое время он преподавал в высшей школе тренеров столицы Помогая коллегам осваивать новые методики Теперь же свои инновации внедряет в родном Бобруйске Для меня было с детства интересно, почему мой тренер посадил меня справа Когда я левша и левой пишу, и все делаю, будто левой Я этого не понимал И когда начал уже изучать это, я понял, что у каждого человека есть асимметрия И можно писать и левой, и правой рукой, только одной удобнее, одной быстрее Поэтому так же и в лодке у нас в гребле есть чувство воды И я считаю, что та рука, которая у тебя ведущая в быту И она и должна быть тянущая в гребле Сегодня Артем совмещает сразу две должности Он еще и начальник летнего здоровительного лагеря Здесь отдыхают и занимаются спортом 170 воспитанников На каникулах они продолжают оттачивать свои навыки по гребле Получают также порцию свежего воздуха, солнца и ярких впечатлений Идеть за порядком, смотреть за дисциплиной Смотреть за тем, чтобы выполнялись задания Соблюдать безопасность, требования к безопасности и так далее Это человек, который полностью с головой болеет за свое дело Он в этом всю жизнь, и он за это переживает И помогает тренерам Мы постоянно с ним обсуждаем какие-то новые методики тренировок Занятие у ребят проходит на реке два раза в день Общеизвестно, что в байдарке грибут сидя, и весло там двухстороннее В кануле же стоят на колене и грибут однолопастным веслом На кануле грибут либо с правой стороны, выполняют грибок, либо слева Это то, о чем я и говорил То есть, какая рука у тебя ведущая в быту Какой тебе удобно, какой ты больше чувствуешь и так далее То есть, я говорю с правой стороны, но я левша И не знаю, кто его знает, что можно было бы сделать, если бы у меня была ведущая рука в гребле Та, которая и главная в быту Вес именно этой лодки 14 килограмм 700 грамм Значит, это кану-одиночка В ней спортсмен сидит, то есть, коленом на подушке И грибет, естественно, с одной стороны, либо слева, либо справа После получения звания мастера спорта в 2006 году Артем завязал с греблей Он сосредоточился на учебе и собственном росте Но на кануле и сегодня проплывет даже с закрытыми глазами Все это как на велосипеде Если уже научился, то разучиться тяжело Единственное, что те, которые учились на старых лодках, на широких То садятся в эти, то им уже сложно будет везти Кстати, разряд кандидат в мастера спорта Шакуры выполнил еще подростком Вместе с титулованным гребцом Андреем Богдановичем Который был в то время его напарником Однако затем их спортивные пути разошлись С Андреем мы выступали именно в кануле двойки на дистанции 1000 метров На этой воде у нас в Бобруйске И я даже помню это прекрасно Гребля – спорт для сильных духом Герой признается, он всегда предпочитал быть один в кануле И отвечать за себя сам Это закалило его характер и научило ответственности Я одиночник и мастера спорта я выполнил в одиночке На дистанции 5000 метров Я сидел в двойках, в четверках, но все равно привык рассчитывать на себя и на свои силы К слову, материальная база школы позволяет расти спортсменов высочайшего уровня Например, трое выпускников Березины прошли отбор на вторые европейские игры Мастера спорта международного класса Надежда Макарченко, Дмитрий Третьяков и Владислав Литвинов Представят нашу страну в дни континентального форума Традиция очень сильная И когда спортсмены едут на соревнования республиканского уровня, даже областные И всегда прижают с медалями И если говорить о истории Каноя, то бавруйских каноистов, чемпионов мира, перерывов Олимпиады, победителей Олимпийских игр у нас предостаточно 13.00 Артем Шакур отправляется в мини-круиз по Березине на любимой лодке, которую он окрестил «Маленькая принцесса» Для него прокатиться с ветерком в свободное время – отличный способ релаксации и возможность быть всегда в тонусе Любит скорость и крутые виражи Моя душина, мое хобби – это польская лодка Solar 410 4 метра 10 сантиметров длина Значит, мотор Yamaha 30 лошадиных сил Каждые выходные мы катаемся с супругой, с маленькой собачкой и получаем удовольствие 16.30 Время чаевниче с супругой Молодые люди познакомились пять лет назад в Минске Тогда Анна была студенткой Университета физической культуры Артем – преподавателем Оба вели активную общественную жизнь Я исполнял обязанность секретаря первичной организации в РСМ Она активисткой была И на мероприятиях заметил Молодая, красивая Потом, как оказалось, она из Бобруйска И решил познакомиться поближе И с тех пор уже пять лет вместе Жена героя – тренер по плаванию в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва Под ее началом более 60 воспитанников Этим занятием увлечена с детства Так что тема спорта близка им обоим Как-то так сложилось Вдвоем в Минске в одном университете Он на кафедре гребли работал Я занималась плаванием и училась по плаванию Но благодаря ему я получила второе высшее образование У меня два высших образования Если бы он как-то не направил Я училась очно в БГУФК И заочно еще на туризме И там туроператорская, турагентская деятельность Как он помешан на своих образованиях, так и меня направил Два года назад супруги переехали из Минска в Бобруйск И наш город пополнился сразу двумя молодыми специалистами По признанию Артема в столице для них остров стал жилищный вопрос Который здесь благополучно разрешился К тому же хотелось приносить пользу своей малой родине Артем Шакур идет по жизни с улыбкой Он убежден, важно всегда сохранять оптимизм Который поможет в достижении поставленных целей Я Людмила Любинцева Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз Субтитры создавал DimaTorzok